Всем привет! В этой подборке я расскажу только то, чем сам пользовался, и что в определенный момент может действительно пригодиться. Возможно вы че-то видели, слышали? Я расскажу конкретно, как. Без лишних слов, пустой болтовни. Итак поехали. Хотя, стоп. Пожалуйста, напиши любой комментарий, и лайк. Я очень старался. А теперь поехали. Вернуть черный цвет пластику, тут полно вариантов и нюансов. Я расскажу про самый простой и дешевый. Все мы знаем что такое гуталин. Крем для обуви, стоит немного да и скорее всего он у вас есть. Мы просто берем и мажем детали, смотрите как у меня это все получилось. Писали в комментарии, что испачкаешься весь, черный будешь. Нет. Ничего подобного. Ну нужно крем немного растопить, нам же будет удобнее. Я просто подержал его на солнышке, он немного растопился и приступаем. Тщательно намазываем детали и оставляем. Также я проделывал эту процедуру с бамперами, и они до сих пор не потеряли цвет хотя прошло месяц и два точно. Ну в принципе все. Позже спустя пару часов протрите эти места салфеткой или тряпкой, уберете излишки, и нисколько ничего пачкаться не будет. Я проделывал эту процедуру раза три, эффект потрясающий, держится долго. Как сделать антидождь, антигрязь, или называйте как угодно. Тут все просто, нам нужен уайт спирит, у меня в городе цена 52 рубля и свечка, 20 рублей, мы нарезаем свечку на мелкие части, или же натираем на терке, и засыпаем это в бутылку с уайтом. Я на бутылку 05 нарезал половину свечи, подождем пока это все растворится, некоторые нагревают на газу, или греют горелкой. Но в моих руках все опасно, я не стал рисковать подождал пока само растворится, 30 минут плюс-минус, вот и получилось. Я перелил это в бутылку из-под полироли с распылителем, кстати до сих пор лежит в багажнике, она не застывает и не портится. Но все же на стекла не рекомендую делать, я брызгаю фары, колеса, низы и пороги, дверные проемы и подкрылки, там где чаще всего бывает грязь, работает эффективно, наносим тонким слоем не трем. Бывает так, необходимо залить масло, но никакой воронки под рукой нету, и подлить и не пролить нужно очень постараться, особенно если это большая канистра, поэтому можно смудрить такую вот незамысловатый кулек. Мне было необходимо подлить масло, поэтому я и решил снять это видео. У меня в машине валялись старые штрафы, протоколы и предписания, вот именно он и пригодился. Скручиваем кулек, наливаем масло да и все. Отполировать фары можно с помощью зубной пасты, да, все и знают про этот способ. Но опять повторюсь, я рассказываю чисто по фактам, что я пробовал и могу посоветовать. И так берем самую обычную пасту. Намазываем фару и тщательно втираем это все, после опало снем фару и снова намажем, и тут уже более плавными движениями ватрем, дабы заживить мелкие царапки. Смываем и все. Блестеть как новые они не будут, но убрать желтизну и прочий налет поможет, ну и конечно выглядеть будет гораздо свежее. Убрать пятна с сидений, тоже не составит особого труда. Берем всемогущую соду, лимонную кислоту и любое пенящие. Я использовал жидкое мыло. Бодяжим раствор по 5 ложек на литр воды и, и немного мыла, чтоб слегка опенялось. Наносим на пятно или все сиденье и втираем тряпкой. Потом повторяем. Стираем чистой тряпочкой, и все. Результат меня удивил.